Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как вывести донаты на экран, ведя трансляцию на PlayStation 5 с помощью PS Remote Play и Twitch Studio. Если вы стримеры и хотите узнать, как это сделать, то этот видео урок для вас. Итак, прежде чем мы начнем, давайте я коротко вам расскажу, что такое PS Remote Play и как его установить. Это приложение, которое позволяет играть на PS5 и PS4 с помощью ПК или смартфона. И чтобы установить приложение, найдите его на сайте PlayStation через поисковик и скачайте на свой компьютер. После того, как вы скачали PS Remote Play на свой компьютер, запустите программу и введите свои данные аккаунта PlayStation. Выберите консоль, с которой хотите играть, PlayStation 5 либо PlayStation 4. В моем случае это PS5. Для подключения PS Remote Play к PlayStation 5 перейдите в настройки, дальше система, дистанционная игра и нажмите на привязать устройство. Затем введите цифры, которые появятся на экране PlayStation 5 в PS Remote Play на ПК. Чтобы подключить геймпад, вы можете подключить его к ПК с помощью USB кабеля или использовать другой способ. Для трансляции на Twitch мы будем использовать Twitch Studio. Вы можете также использовать Альтернативу, OBS Studio либо какие-то другие программы. После скачивания Twitch Studio с официального сайта установите программу и следуйте инструкциям. После установки Twitch Studio и авторизации выберите Игровой процесс, Захват игры, Изменить и выбираем PS Remote Play. Подключение у меня занимает минуту, возможно у вас меньше, поскольку у меня доисторический ноут. И все, теперь к Twitch Studio подключим к PS Remote Play. Для того, чтобы на экране появилось оповещение о донатах, переходим на сайт Донатчин Алертс, выбираем раздел Виджеты, затем Оповещение и выбираем вариант по умолчанию. Чтобы настроить всплывающее окно с оповещением, нажимаем Показать ссылку для встраивания, копируем ссылку и переходим обратно в Twitch Studio. В Twitch Studio переходим во вкладку Игровой процесс, жмем Добавить слой, выбираем Источник браузера и вставляем скопированную ранее ссылку. Теперь на экране должно появиться всплывающее окно при поступлении новых донатов. Итак, чтобы это все проверить, переходим обратно на сайт Донатчин Алертс, нажимаем на шестеренку и выбираем тестовое оповещение, чтобы проверить, что все работает корректно или нет. Если оповещение появилось на экране, значит все настроено верно. Теперь настраиваем оповещение о подписчиках. Для этого повторяем те же самые действия, что и для настройки оповещения о донатах, только выбираем другой виджет для подписчиков. Также проверяем настройки и нажимаем на тестовое оповещение. Для настройки плашки о сборе средств переходим в раздел Сбор средств на сайте Донатчин Алертс и нажимаем кнопку Добавить цель сбора. Здесь можно настроить внешний вид плашки, указать цель сбора и так далее. Как в предыдущих случаях, копируем ссылку и вставляем ее в Twitch Studio через вкладку Игровой процесс. Теперь мы запускаем трансляцию и, как видите, все работает. Но есть несколько проблем, которые могут возникнуть при стриминге. Это нагрузка на процессор, необходимость иметь хорошее интернет-соединение и максимальное разрешение 720. Однако, если вы хотите улучшить качество видео, вы можете приобрести устройство видеозахвата. В конце концов, вы можете наслаждаться игрой и получать доход от своих зрителей одновременно. Спасибо за просмотр, ребят. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok